МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите программу Город С в студии Инна Румянцева. Здравствуйте! С 17 по 19 мая в областной столице будет проходить 6-й международный патриотический фестиваль «Самарское знамя». Событие, нашедшее отклик не только в России, но и за рубежом, стало ежегодным и проводится с 2019 года. Каковы исторические предпосылки этого мероприятия? Какие почетные гости посетят праздник в этом году? И чем будет отличаться 6-й фестиваль от всех предыдущих? Об этом и многом другом пойдет речь в сегодняшнем выпуске. И моя гостья – директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель международного патриотического проекта «Самарское знамя» Инна Жичкина. Здравствуйте, Инна Анатольевна! Здравствуйте! Инна Анатольевна, поскольку вы являетесь одним из инициаторов и организаторов вот этого замечательного фестиваля, как части большого патриотического исторического проекта, который проходит в губернии уже несколько лет, с 2017 года реализуется этот проект. Напомните вообще, как родилась сама идея фестиваля и как это связано с выходом в свет книги Солоницына? Алексей Алексеевич Солоницын, наш замечательный кинодраматург, писатель, член Союза кинематографистов Советского Союза еще, да, и Союза писателей Советского Союза, ну и сейчас, естественно, Российской Федерации, почетный гражданин городского округа Самара, написал замечательный роман «Самарское знамя» в 2017 году. И когда он подарил этот роман Александру Борисовичу Фетисову, заместителю председателя правительства Самарской области, председателю регионального отделения Российского военно-исторического общества, то, конечно, сам роман, его содержание захватило Александра Борисовича. Он вызвал меня и сказал, Инна Анатольевна, замечательная книга и замечательная история. Конечно, мы эту историю знали, да, но когда она стала вот таким творческим воплощением, очень содержательным и важным не только для Самарской губернии, потому что мы понимаем, что такое полотнище знаменитое есть только у нашего региона, которое известно на весь мир. Мы понимаем, что история Самарского знамени, которое стало символом победы России в русско-турецкой войне, да, 1877-1878 годов, которое действительно стало символом нашего русского воинства, тем же знаменем победы, да, только мы понимаем и все знаем знамя победы в Великой Отечественной войне, а Самарское знамя именно знамя победы той эпохи. Мы понимаем, что это символ, первый государственный символ Республики Болгария, символ вооруженных сил, потому что наше знамя, инициатором которого был Петр Владимирович Алабин, его супруга Варвара Васильевна, поэтому, конечно, если вспоминать даже в год семьи, который сейчас объявлен президентом, про эту замечательную семью, то у них было шестеро детей. Петр Владимирович Алабин в этом году ему 200 лет исполняется, и, конечно, прекрасный семьянин, и сама идея Самарского знамени родилась не просто так. 500 лет рабства османского иега. И, конечно, государственных символов уже не было. Ни у Сербии, ни у Болгарии. Поэтому идея такая была не только инициирована, но и поддержана славянским обществом, Иваном Аксаковым, который на тот момент возглавлял это славянское общество. И тогда монахини Иверского монастыря, это полотнище, вышли. И оно стало легендарным, потому что не только его люди поддержали. Крестным ходом оно прошло по Самаре, причем многотысячным крестным ходом. Было доставлено в Сызрань, потом в Москву, в Чудовом монастыре. Более двух недель оно было представлено в Кремле на обозрении, на поклонение всем жителям Российской империи. И только потом оно пошло в свой боевой путь, и в Клаеште было вручено третьей дружине болгарского ополчения. Кстати, про правнук именно Павла Калитина, который был командиром третьей дружины болгарского ополчения, тоже к нам приезжает Дмитрий Лагунов на фестиваль. Да, я ознакомилась с списком гостей. Это, конечно, удивительные все люди. Там о каждом можно провести отдельную передачу, рассказывая его личную историю. Все-таки родился этот фестиваль, который уже в шестой раз будет проходить в этом году. Какова его главная цель, вот скажем, миссия? Главная цель вообще всего проекта, и фестиваля в том числе, как вот я уже и сказала, с 2017 года мы начали этот масштабный проект, это в первую очередь, конечно, сохранение исторической памяти. Потому что эту историю очень хорошо знают все жители Болгарии, но, к сожалению, даже у нас в Самарской губернии, я не говорю в целом, даже в Российской Федерации, ее знали далеко не все. Поэтому важно было рассказать об этой истории, напомнить об этой легендарной истории. Конечно, рассказать о тех полководцах, которые тогда были и сейчас остаются примерами русского воинства. Конечно, рассказать о роли наших жителей региона и в ополченском движении, и потом в русской императорской армии, уже в рамках объявленной войны. Потому что уникальная война была тем, что вначале люди пошли на защиту братьев славян, только потом уже государь принял решение о вступлении в войну. И, конечно, самая главная цель, чтобы подрастающее поколение, чтобы наши дети, внуки знали эту историю, гордились своим регионам, гордились своими предками, гордились тем, что Россия в очередной раз спасла столько стран Европы. И без нас, без победы в той войне не было бы как минимум шесть стран Европы, которые, да, появили свое, именно смогли эту государственность вновь обрести после подписания Сан-Стефанского мира. Поэтому, конечно, здесь роль Самары, Самарской губернии, она настолько масштабная, и, конечно, важно было об этом рассказать, и объединить все регионы, которые участвовали, и, конечно, объединить все страны, которые связаны с той войной, и с победой нашей России, и, конечно, связаны с нашим регионом. Чьими силами проект реализуется? Проект все эти годы реализуется региональным отделением российского военно-исторического общества. Председателем является у нас Александр Борисович Фетисов, да, я являюсь исполнительным директором, при поддержке правительства Самарской области, администрации, губернатора, и, конечно, при поддержке нашей митрополии Самарской, потому что мы понимаем, что Самарское знамя – это святое полотнище. Лик и Богоматери Иверской, и Кирилла и Мефодия, и просветителей, не случайно были вышиты монахини Иверского монастыря, потому что это, в первую очередь, это духовная сила, которая вкладывалась даже нашими монахинями, с молитвами в вышивании этого знамени, и оно недаром защищало столько воинов. Семь знаменосцев погибли, но они смогли защитить и знамя, и смогли действительно привести страну, привести наших воинов к победе. Поэтому, конечно, знамя хранится как святыня, вы знаете, в Софии, да, в Национальном музее, оно выставляется раз в пять лет на обозрение многотысячный публик, которые приходят поклониться знамени Победы, но мы понимаем, что копии знамени, которые мы делали, они тоже были очень важны. Мы в 1917 году передавали в Сирию нашим военнослужащим, нашим ребятам, которые тогда участвовали именно в этой войне. И в первую очередь нашим курсантам Сызранского высшего военного вертолетного училища. Мы понимаем, что это знамя, оно сейчас передано губернатором Самарской области, нашему самарскому батальону, воинам, которые участвуют в специальной военной операции. То есть это не только про историю конца 19 века. Это про историю наших воинов, здесь и сейчас. Это знамя, которое защищало и защищает наших бойцов, ведет их в бой, и мы верим, что приводит к победе. Если вспомнить вот самые первые фестивали «Самарское знамя», какой отзывок у самарчан вызвало это событие? Какие люди, какие организации, какие общественные деятели, организации включались, вливались в эту работу? Ну, мы очень рады, на самом деле, что, во-первых, очень активно международное движение русофилов. Это сейчас не только Болгария, это 48 стран, которые совместно с нашим Министерством иностранных дел, Советом Федерации, проводят такую масштабную работу, международную, по защите русского мира, русской культуры, исторической правды. И, конечно, во многом инициаторами тоже были здесь мы вместе с Николаем Малиновым, который является председателем этого движения русофилов. Конечно, наши все общественные организации, военно-патриотические клубы включились очень активно в реализацию этого проекта, потому что сам проект – это и конкурсы, патриотические, творческие конкурсы, это огромное количество олимпиад, научно-практических конференций, интереснейших военных исторических реконструкций, это кинопоказы, это литературные гостиные, то есть это работа и с образовательными учреждениями, и с высшими, да, нашими учебными учреждениями, и с СУЗами, и это, конечно, и все учреждения культуры активно сюда включены. И мы благодарны, и в первую очередь, конечно, городскому округу Самара, потому что мы понимаем, что все департаменты, все у нас школы задействованы, все центры детского творчества. Действительно интересно детям изучать историю своего региона через такую большую международную историю, в которой мы были, наш город, наш регион, мы были главными, да, мы были лидирующими, мы были объединяющими. Вот самое главное, что Самарское знамя объединяло и объединяло. Мы все такими. Но раз были конкурсы, значит, будут победители. Конечно. И, значит, их будут как-то отмечать, да? Обязательно. То есть вот в рамках фестиваля. Да, в рамках фестиваля у нас обязательно будут награждены все победители. Вчера мы провели конкурсную комиссию. Могу чуть-чуть приоткрыть тайну, да, что у нас среди победителей четыре конкурса. Конкурс рисунков, конкурс шевронов, конкурс сочинений и конкурс авторских стихотворений. Но если у нас сочинения, да, и авторские стихотворения в первую очередь это средний звенной старшей классы, то конкурс рисунков и шевронов это наши детки. Но удивительно палитра. То есть у нас здесь все города и муниципальные районы, во-первых, спасибо огромное всем педагогам, спасибо огромное всем родителям, потому что включились очень интересные творческие работы, трогательные, с пониманием и знанием этой истории, что тоже важно. Потому что, да, конечно, легко взять ту или иную картину известную, потому что Самарское знамя действительно изображено на многих полотнищах, да, известнейших художников. Но когда видно, что ребенок, зная эту историю, пытается свою версию этих событий, да, отдельно отобразить, или рассказать о монахинях Иверского монастыря, или о роли Петра Владимировича Алабина, или о том, какие великие полководцы были, да, Гурко, Столетов, Скобелев, то, конечно, важно, что, значит, детки это знают. И понятно, что они, изображая это все, да, пытаясь отобразить в рисунке, они погружаются в эту историю, в этот мир. Поэтому у нас среди победителей и Сызрань, и Чапаевск, и огромное количество муниципальных районов, но вот в шифронах все-таки, да, вот такая вот какая-то внутренняя сила, и мы посмотрели, и многие шифроны, мы надеемся, все-таки мы изготовим, и передадим нашим бойцам, нашим ребятам, и второй Гвардейской общерисковой армии. Это будет поддержка хорошая, эмоциональная. То Самара. Тут Самара победила. Это приятно слышать. Ну, расскажите, каких гостей ждет шестой фестиваль? Шестой фестиваль ждет 11 почетных гостей, и около 30 представителей военно-исторических клубов с разных регионов Российской Федерации. Если говорить про именно военно-исторические клубы, которые будут свои площадки выставлять 18 числа в Струковском парке, мы, конечно, ждем всех жителей, всех гостей города и региона, потому что это будет удивительная, творческая, историческая атмосфера, которая не только погружает в быт, в военную культуру конца 19 века, говорит о современных героях, погружает в историю губернии, в историю великих людей, связанных с нашим регионом, или в целом с историей России. Но вот у нас представлены военно-исторические клубы из Орла, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из Челябинска. Как бы тут большая палитра. Едут профессиональные театры, которые также помогут нам погрузиться в эту атмосферу из Санкт-Петербурга, из Москвы. И я думаю, что это будет тоже очень интересно всем жителям, потому что в этом году рекордное количество 50 площадок. И мы надеемся, что каждый найдет не только возможность, время для того, чтобы прийти всей семьей, потому что это будет интересно и детям, и взрослым, и услышать патриотические концерты, и принять участие в мастер-классах, в интеллектуальных викторинах, в кинопоказе, в ретро-фотоателье, то есть самому погрузиться, переодеться в эту замечательную историю и эпоху. Но 11 наших почетных гостей, которые непосредственно будут участвовать 17 числа в научно-практической конференции, которые так и называются, уроки истории Самарского знамени, это, конечно, представители и Республика Болгария, то есть это известный кинорежиссер Владимир Шатирянов, это председатель ассоциации русско-болгарской дружбы и тоже один из членов Международного движения русофилов, так же, как и Владимир Шатирянов, Здравко Петров. Это приезжают известнейшие наши руководители крупных центров, как, допустим, Светлана Юрьевна Камышова, это председатель Центра языковой политики, международного образования нашего государственного института имени Пушкина. Здесь мы будем говорить, конечно, о важности продвижения русского языка, потому что через русский язык, через вот индекс положения русского языка, конечно, мы говорим о том, как Россия сохраняет русский мир, какое количество людей интересуется изучением русского языка и через это русской истории, чтобы никто не посмел ее переписать, исказить, да, и попытаться действительно, может быть, разрушить те дружеские связи, которые есть у нас со многими государствами. Это, конечно, Олеся Николаевна Шигина, которая является президентом кинофестиваля «Кино на службе Отечества». Сама тоже и многодетная мама, она и писатель, она кинорежиссер, она поэт, человек, который постоянно находится в зоне СВО, и огромное количество интереснейших фильмов, которые выходили, в том числе, на Первом канале, они будут представлены, и будут у гостей фестиваля возможности, да, задать вопросы, увидеть ее фильмы, принять участие в творческой встрече. Конечно, это наши потомки великих родов и Столетовых, да, и Павла Калитина. И они приезжают не впервые. Они, да, вот Павел Калитин, как раз Дмитрий Лагунов, его праправнук, и в том числе праправнук Столетовых, вместе с супругом, он приезжает, второй раз участвует, и мы очень рады этому, потому что они ждут уже участия. Впервые будет принимать участие вот Олеси Шигина, как раз Светлана Камышова и Надежда Воробьева. Это человек, который является представителем исторического департамента Министерства иностранных дел, она тоже кандидат исторических наук, она защитилась, и отдельно у нее монография «Погорка» по известному нашему полководцу. Она долгое время, она является помощником посла Российской Федерации в Болгарии, она в том числе была супругой, да, посла Болгарии, к сожалению, скончался Андрей Воробьев, но она знает не только эту историю, она знает, как народ Болгарии не путать с правителями, да, народ помнит эту историю, поддерживает, сохраняет, многотысячными митингами выходит в поддержку России, в поддержку нашей памяти, да, в поддержку и защиту наших памятников, и, конечно, она приедет тоже с интереснейшим докладом. 17-го числа, 14, в общем, в общей сложности докладчиков у нас будут представлены на научно-практической конференции, и все смогут в прямом эфире, да, увидеть, ну, и, конечно, все педагоги, студенты, которые непосредственно придут на конференцию, у нас состоится в первом корпусе аэрокосмического университета. Секундочку, сейчас поговорим о конференции, я просто хочу такой акцент поставить на том, что приезд зарубежных гостей, в том числе вот из Болгарии, это же о многом говорит, это такой важный, на мой взгляд, политический шаг, заявление, определенная смелость пойти, возможно, в разрез с какой-то официальной позицией государства, да, и поддержать, в частности, в данном случае нашу страну, наш регион в проведении вот этого фестиваля. Да, конечно, вы правы, потому что когда Николай Малинов не только приезжал, да, но и активно участвовал, в том числе и в наших событиях, его в Болгарии объявили российским шпионом. И на самом деле, представляя крупнейшие наши каналы, первое и второе, да, в республике Болгария, он, конечно, как депутат государственного совета, он, ну, в общем, очень серьезно пострадал, но при этом он остался на этой позиции. Владимир Владимирович Путин, наш президент, да, верховный главнокомандующий, наградил его орден, но самое главное, что Николай продолжил эту тему, и он теперь возглавляет международное движение русофилов. Поэтому, конечно, здесь защита истории, защита именно людей, которые настроены на дружбу с Россией, да, вот, на продолжение этих исторических связей, она очень важна, и мы рады, что они приезжают, они с нами, также и мы их поддерживаем, потому что наш проект отчасти является такой народной дипломатией, и мы понимаем, что даже сейчас, вот в праздновании Дня Победы у них проходили многотысячные митинги, проходил в том числе бессмертный полк, и, конечно, мы понимаем, что эту историю им важно хранить, и нам важно, чтобы наши дети знали, что наши дети эту историю действительно берегли, и эти дружеские связи все равно, они дальше существовали, потому что не просто же так, да, в том числе, Украина была предметом особого раздора, то есть желания именно разорвать эти славянские связи, то же самое Болгарию сейчас используют, в том числе, руководители НАТО для того, чтобы эту историю переписать, и вот эти исторические все предпосылки наших дружеских связей максимально уничтожить, но мы не позволим, сохраняем память и защищаем правду. Вот вы начали говорить о конференции, в этом году она выделена в отдельный день, да? Да. О чем пойдет там речь? Какие-то новые смысловые акценты? Как построена будет работа конференции 17-го числа? Да, работа конференции в этом году действительно отдельным днем для того, чтобы у всех педагогов, студентов, причем это и историки, этнографы, и филологи, была возможность не только услышать лучших, ведущих, историков, филологов страны и не только Российской Федерации, да, но и Республики Болгария с очень содержательными докладами. У каждого будет 15-минутный доклад, у каждого будет из 14 спикеров, у каждого будет не только иллюстративная часть в виде презентации, но в том числе, да, и кинофильмы. Мы понимаем, что здесь будет возможность не только погрузиться в историю русско-турецкой войны, да, не только в историю самого Самарского знамени и всех, кто был причастен, да, к инициированию Самарского знамени, всех наших, там, полководцев, но в том числе, как сейчас русское воинство живет, как важен подвиг, который является во многом главной движущей силой искусства, как важно именно через кинематограф сохранять историческую память, как важно сохранять русский язык и продвигать его во всем мире. Поэтому темы будут абсолютно такие разноплановые, но они все связаны с сохранением не только исторического кода, но и русского кода вообще для жителей нашей страны и для всех, кто хочет дружить, жить в мире с Россией и защищать эту историческую правду, потому что мы понимаем, сколько раз у нас попытались переписать историю наши зарубежные недруги, но им это не удавалось и, соответственно, здесь мы должны сделать все, чтобы это не получилось в этот раз. Конференция будет проходить 17-го числа с 12-ти до 16-ти 30-ти. У нас действительно большое количество содержательных, интереснейших докладов, но и самое главное, у всех будет возможность потом не только посмотреть в прямом эфире, в записи, но и те, кто будут находиться непосредственно на площадке, задать все вопросы и пообщаться с нашими гостями. Это очень ценно. Потому что для их очень плотного графика мы рады. Многие вообще впервые в Самару приедут. Это невероятно, конечно, это невероятно. И вы говорите свободный вход на конференцию? Да. Где будет проходить конференция? Конференция будет проходить в первом корпусе Самарского национально-исследовательского университета по Молдогвардейской 151. Мы будем рады, конечно, и педагоги, и студенты у нас уже все знают, кто хотят принимать участие, но если кто-то у нас действительно из жителей готов и интересуется этой тематикой, мы будем очень рады. И есть о чем спросить. Я думаю, воспользуются люди такой уникальной, конечно, возможностью. Уникальной. Традиционно программа фестиваля очень обширная. Расскажите немножко об этом. Каким ожидается торжественное открытие фестиваля? Я знаю, и крестный ход запланирован, конечно, и Верский монастырь, молебен будет служить. Да? Что еще? Мы понимаем, что вообще сам день 18 мая выбран не случайно. Это официальный день согласно закону Самарской губернской думы. Это именно день Самарского знамени. Поэтому мы рады, что в этом году все совпало и этот день суббота. Поэтому, конечно, мы понимаем, что в преддверии, в течение двух месяцев мы проводили конкурсы творческие, патриотические. В эти дни сейчас проходят и завтра, послезавтра будут проходить единые уроки истории во всех школах и во всех наших СУЗах и ВУЗах, потому что, действительно, это важно для детей, для педагогов знать эту историю. Но именно в день 18-го числа у нас вся торжественная часть начнется, как обычно, с Иверского монастыря. Именно там монахи не вышивали это знаменье. Именно там у нас всегда проходит главное торжественное событие, торжественный молебен. Причем они пройдут во всех храмах Самарской области в этот день. Но именно здесь будет вести наш митрополит Сергий. Принять участие также смогут все желающие. В 12 часов начало у нас будет непосредственно самого торжественного события. Потом будет возложение к могиле Петра Владимировича и Варвары Васильевны Алабиной. Их непосредственно могилы находятся на территории Иверского монастыря. И после этого крестный ход в составе нашего замечательного казачьего войска Самарского, да, Волгского казачьего войска. Потому что они традиционно являются, да, у нас участниками. Союз православных женщин, ну и, конечно, здесь все, и члены российского военно-исторического общества, исторического общества. Все наши жители региона, да, могут принять участие в крестном ходе, который состоится от Иверского монастыря до Струковского сада. Тоже исторический сад не случайно выбыл и во все годы именно там проводится. Кто знает, может быть, именно прогуливаясь по этому саду, мысль о создании знамени пришла Петру Владимировичу в голову, да. Поэтому здесь мы понимаем, что тогда сад уже существовал, и там они прогуливались. В час торжественное открытие состоится, участие губернатора у нас обязательно везде, Дмитрий Газаров у нас традиционно участвует в фестивале, в всех основных мероприятиях, проектах. Обязательно там в торжественной части состоится награждение наших победителей. О чем мы немного уже приоткрыли завесу И детки приедут со всей области. И, конечно, там состоится работа 50 патриотических площадок интересных, творческих, исторических. Интерактивные площадки есть, информационные, они все очень разные. Абсолютно разные, но самое главное, что они не только погружают в эту историю, но они вовлекают людей в познание этого мира творческого. Ощущение, что вы попадаете на киноплощадку, и вот здесь оживает эпоха конца XIX века. Здесь же есть возможность погрузиться и узнать о русско-болгарской дружбе, отдельно изучить историю семьи Петра Владимировича Алабина. Или, удивительно, в этом году тоже будут площадки, и не случайно они выбраны, допустим, истории пожарного дела. Вы знаете, что в этом году 375 лет у нас исполнилось пожарному делу, но Алексея Михайловича с царя, да, идет непосредственно отчет, но наша Самарская губерния на 60 лет старше пожарное дело. И для Самарского знамени именно пожарные сопровождали крестный ход и потом путь крестный Самарского знамени до Москвы. Не раскрывайте всех сюрпризов. Много всего интересного. Пусть люди придут, сами посмотрят, побывают на всех 50 площадках и сами узнают своими глазами, увидят. участники СВО будут принимать участие? Обязательно. Мы понимаем, что Самарское знамя сейчас это символ Самарского батальона, это символ нашего воинства, это очень важный момент истории современной, сегодняшней. Поэтому у нас будут площадки, которые будут рассказывать не только о том, как сейчас воюют наши ребята, как поддерживаем их, какая, как и тогда у нас была очень серьезная помощь всей губернии на самом деле, ополченцам, которые участвовали в русско-турецкой войне. Также и сейчас мы понимаем, волонтерские, волонтерское движение, общественные организации собирают гуманитарные грузы, обо всем этом мы тоже будем рассказывать. У нас будет оркестр Росгвардии отдельно принимать участие, у нас участники специальной военной операции будут в числе творческих исполнителей своих авторских песен. У нас будут отдельно патриотические площадки, связанные именно с подготовкой, то есть плетением маск-сетей и так далее. То есть это то, что... То есть со всех сторон рассмотрели эту тему? Это, я думаю, Я думаю, что мы могли бы еще очень долго говорить об этом. Правда, интересная обширная очень программа и конференции, и всего фестиваля. С 11.30 до 19.00 18.00 числа каждый имеет возможность к этому прикоснуться. Правильно? С 13.00 С 13.00 все площадки, их будет 50 в Струковском саду. Приходите, все, всем будет интересно, как мне кажется, любому возрасту. К сожалению, время нашей программы подошло к концу. Я благодарю вас за очень интересный рассказ. Напомню, гостем студии была директор регионального отделения Российского военно-исторического общества, руководитель международного патриотического проекта «Самарское знамя» Инна Жичкина. На этом у меня все. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова